Конечно же, у нас горный луз наиболее пострадавший от пожаров район республики в этом году. Здесь наибольшее количество их. И, конечно же, здесь абсолютно засушливое, жаркое лето. Мы уже несколько раз, практически более 10 раз отбивали атаки огня на населенные пункты горного района. И отбивали успешно. Здесь у нас была сосредоточена самая большая группировка наземных сил. Но, к сожалению, ситуация последних дней резко усугубилась очень сильным ветром. Шквальным ветром, который, не останавливаясь, здесь дует и ночью, и днем. Достигал сегодня днем 20 с лишним метров в секунду. Конечно же, это способствовало тому, что огонь, который в районе Бескюля был достаточно далеко от деревни, резко приблизился. Ну и, к сожалению, в один из порывов смог преодолеть минерализованную полосу и зайти в населенный пункт. Благодаря мужеству пожарных, которые здесь работали, служб МЧС, воинским формированиям, сводной роте Восточного военного округа, который как раз у нас на Бескюль был направлен. Местным здесь жителям, которые работают на тушении пожаров, удалось отстоять в целом поселок. В поселке практически 300 домов. Сейчас ведется по счет сгоревших, но по нашим расчетам где-то порядка 20 с лишним, около 30 жилых домов, которые, к сожалению, уже не подлежат восстановлению. Я сегодня встретился здесь на месте с жителями сгоревших домов, семьями. Конечно, люди очень серьезно переживают, это большое горе. Сейчас будет вестись оценка ущерба ими, всеми так. Я обещал людям, что республика обязательно поможет, и жилье мы людям обязательно полностью все восстановим до начала отопительного сезона. Здесь я уже дал поручение правительству, конкретно министру строительства, чтобы уже с понедельника здесь комиссия по определению ущерба, по определению домов, которые сгорели, ну, типов домов была здесь, отрабатывала, с людьми проработали. И в ближайшее время здесь как раз при помощи, в том числе и военных, которые здесь у нас расположены, мы все-таки здесь смогли уже начать строительство домов и до наступления холодов уже закончить. Также людям мы обещали помощь по линии сельского хозяйства, то есть это и корма для скота, потому что у многих сгорела заготовленная сена, которая у них уже была рядом с домами припасена. Отдельное поручение я дал по детям, мы обязательно поможем детям из семей, которые пострадали от пожара, обязательно их направим на отдых в ближайшее время. Соответствующее поручение у нас зампред правительства Балабкина получила. Сейчас здесь работает без скуляминистр молодежи Саргадаев Степан Анатольевич. У него задача здесь подготовить работу пункта временного размещения в школе, потому что некоторые люди из пострадавших, вот, семей, они остались здесь, в селе. Здесь это будет сделано тоже в ближайшее время, уже помощь из Якутска дошла до Бердегистях, и из Бердегистях он очень уже сюда придет. Будет организовано и питание людей. Ну и, конечно же, еще раз говорю, наша главная сейчас задача отстоять село, потому что, к сожалению, тот пожар, который здесь есть, он не закончился. Очень большой верховой пожар, он прошел, вот сейчас мы его отбили, но, конечно, вокруг села сейчас пожар продолжается. К сожалению, сильное задымление сегодня мешало работе вертолета с водослевным устройством, не смог он отработать, но в ближайшее время он сюда будет возвращен. И как только погода позволит, хоть как-нибудь работать вертолеты с водослевным устройством, здесь от работы будет проводиться. Но еще раз хочу подчеркнуть, здесь большая группировка сил и МЧС, и Министерство обороны, и республиканских лесопожарных формирований уже развернуто. Опасность также угрожает у нас здесь нескольким населенным пунктам горного района, в том числе и Кюрюляху, который недалеко здесь. Есть угроза потенциальная Кептина, Тосурту, есть угроза продвижения огня и на районный центр перед Гестях. В общем, положение здесь серьезное, тяжелое. Мы сейчас полностью настраиваем оперативный штаб, и районный, и республиканский, именно на то, чтобы сейчас, главная наша задача в ближайшие дни, вот пока сильный шквальный ветер, остановить огонь и не допустить его на территорию населенных пунктов. Я уверен, что также жители республики, конечно, тоже будут помогать семьям, пострадавшим при пожаре, обращаясь и к предприятиям, к организациям, к нашим жертвователям, чтобы все было сделано для того, чтобы люди смогли легче перенести вот то горе, которое сегодня пришло в их дом.